Что ж, страсти вокруг Петрова и Баширова постепенно утихают, но вот какие интересные вопросы возникают. Вообще во всей этой истории открываются все новые и новые слои. Об этом мне хотелось бы поговорить и поделиться с вами своими мыслями. Два интересных вопроса, часто встречающиеся в интервью в связи с этой темой, это следующие. Почему Маргарита Симонян реально насмехается над ними и задает очень каверзные вопросы? То есть казалось бы, что это пропагандистский канал и она должна как бы подыгрывать им, а она наоборот старается выставить их идиотами. И второй вопрос, почему такая идиотская история? Вот этих вопросов было больше всего. Ну неужели в ГРУ не могли придумать что-то более существенно? Потому что после этого интервью уже ни у кого не осталось сомнения, что это агенты, что они врут. И вот давайте подумаем, почему же так происходит. Мне кажется, я понял суть этой истории. Хотелось бы, чтобы вы в комментариях прокомментировали, насколько я близок своими мыслями к реальности. Во-первых, что сделала Маргарита Симонян? Она проколола их дважды очень серьезно, когда они сказали, что фотографировались в соборе Солсбери и рядом с ним. У собора должно быть очень много фотографий, которые должны были показать. Вы же фоткались, наверное, с собой? Наверное, показать СМИ. Конечно. Конечно. Фоткались. Мы сидели в парке, мы сидели пили кофе, мы заходили в кафе пили кофе, мы гуляли. Мы гуляли, наслаждались вот этой вот английской готикой, вот этой красотой. Этого не показывают. Показывают только наше нахождение на вокзале. Покажите нам эти фотки, мы покажем. Наши на вокзале. Как вы видите, реакция обоих была неожиданная. Они промолчали. Было видно по лицу Петрова, что он ошарашен этим вопросом. И второе, мало кто обратил внимание, что она включает кондиционер. Вот это очень важный момент. Она никогда не будет экспериментировать или говорить что-то, что в этот момент невыгодно власти. Поэтому я уверен, что Маргарита Симонян в этом интервью выполняет определенно поставленную задачу. И какую, я сейчас скажу. Итак, они знают, что это интервью будет демонстрироваться на весь мир. Они знают, что наверняка будут подключены настоящие специалисты. То есть, например, психологи и психоаналитики, которые не просто анализируют текст, но и поведение, взгляды, жесты. И в том числе поведение ведущей. Очень важный момент. В середине интервью она вдруг говорит. Да вы так вспотели, ребята. Вам так тут жарко. Давайте-ка я включу кондиционер. Давайте посмотрим этот момент. Опять-таки наши партнеры. И, как сказать, широкий круг, мы их знакомы. Уже вспотели, я включу кондиционер. Да, да, жарко. Да, да. Да, вы занимаетесь фитнес-индустрией. Как часто вы видели, чтобы ведущий в течение очень важного интервью друг сказал, а давайте-ка я открою окно, а то вы тут раскраснелись, распотелись или еще что-то в этом роде. Это фактически исключение. Таких случаев не бывает. Она специально делает это, дав понять тем, кто будет анализировать это видео, что ребята буквально взмокли от напряжения. И любой психолог вам скажет, если это происходит, если тот человек, с которым вы разговариваете, он пытается говорить спокойно, но при этом он активно потеет, краснеет, значит, что он лжет. Она специально это делает. Плюс, как мы видим, троллит их открыто. Почему же это произошло? Я думаю, что здесь стоит оттолкнуться именно от идиотской истории. Ведь можно было придумать очень правдоподобную историю. А здесь, по всей видимости, историю взяли, прочитав средства массовой информации. Так как задолго до того, как Баширов и Петров озвучили свою цель, уже журналисты предполагали, ну для чего они поехали в Солсбери? Неужели для того, чтобы посмотреть собор? Или, скажем так, что там хорошего в Солсбери? Да там кроме собора ничего нет. И вот эти ребята, прочитав то, что о них говорилось в последние две недели, пересказали предположения людей. Они даже не напряглись для того, чтобы придумать что-то совершенно другое. Плюс мы видим, что эти два человека очень сильно напуганы. Почему очень многие в комментариях написали, что это лишь похожие, но не они? Потому что второй персонаж Баширов явно худее, чем он выглядит на фотографии. Я внимательно посмотрел на этих людей и уверен, что это именно те самые люди. Но парень этот, видно, сбросил как минимум 10 килограмм. Скорее всего, они находятся сейчас под очень серьезным давлением. Ведь, по сути, они провалили дело. Они не выполнили приказ. Операция прошла неуспешно. Она оказалась провальной. Ведь Скрипаль жив. Плюс отравлена его дочь. И, помимо прочего, они выкинули контейнер с новичком в коробку для благотворительной помощи. И здесь я уверен, что это не высочайший российский цинизм. А эти два дурачка, ну видно по ним, не умеют читать по-английски. Они просто не понимали, что они делают. Это показывает, конечно, их низкий уровень подготовки. Они очень плохо справились с задачей. И в результате погибла гражданка Англии. Почему все и заварилось? Ведь, да, жалко, конечно, Скрипалей, если бы они умерли. Но англичане бы так не старались, если бы во всей этой истории не погибла их гражданка. Плюс второй до сих пор находится в предсмертном состоянии. И когда отравлено уже четыре человека, а не как это было, например, в случае с Литвиненко, тогда, извините, вы не можете закрыть на эту историю глаза. Думаю, что ГРУ это все-таки не кружок самодеятельности. Там достаточно серьезные и жесткие люди. Что бы произошло, если бы два сотрудника полностью просрали дело? Их должны серьезно наказать, если не уничтожить. И я понял это тогда, когда стал думать о том, почему Владимир Путин подставил их. Как в недавнем интервью сказал Геннадий Гудков, бывший сотрудник КГБ. Ведь проще было бы сыграть внезнанку. Сделать вид, что мы знать ничего не знаем. Люди не наши. Говорите, что хотите. Этих людей в России нет. Вы все придумали. Ну вот то, что начала Мария Захарова. Что, дескать, все это актеры, да и вообще это фейк-ньюс. Имена не настоящие. Паспорта не настоящие. Таких людей в России нет. Если бы они сделали так, доказать что-то англичанам было бы гораздо сложнее. Но Путин почему-то подставляет этих двоих человек. Он говорит, что да, вы их увидите. Это первый такой звоночек. Второй, конечно же, Маргарита Симонян. Работающая на Кремль и активно троллящая их в момент интервью. Она им не помогает, а она им мешает. Я прихожу к выводу, что их решили наказать. И, скорее всего, в верхах ГРУ было сказано, вот как обделались, так теперь и отмывайтесь. Мы вам дадим возможность последнюю. Возможность выступить и придумать какую-то отмазку. Придумайте, что хотите. Если вам поверят, если ваша история будет правдоподобной, то мы подумаем, что с вами делать дальше. Если же вы не воспользуетесь этим последним шансом, то, извините, ребята, мы с полным основанием вас убираем, так как вы ни как агенты не нужны, ни как свидетели. И поэтому на лице вот этого человека запечатлен страх. Он уже слышал свой приговор. Он прекрасно понимает, что вот это интервью его последняя возможность. Мы пришли сюда к вам за защитой. У нас получается какой-то допрос. И мы начинаем углубляться. Мы у вас защиты просим. Они действительно пришли к Симонян за помощью. Действительно, это их последняя надежда, что, может быть, они что-то придумают. А так как ребята глупые, мы видим это по их поступкам, то и ничего умного они придумать не смогли. Почему я прихожу к этому выводу? Потому что я уверен, что если бы на самом деле ГРУ хотели отмазать их или всю страну от всей этой истории, то они наверняка придумали бы что-то более правдоподобное. Ведь, например, когда Путин идет в церковь или, например, вот недавно на какой-то завод, мы понимаем, что вся массовка вокруг него – это специально подставленные люди. Это давно доказано. То есть властям ничего не стоило разыграть на самый настоящий спектакль с привлечением большого количества людей. Но этого не сделали. Их посадили как двух дурачков рядом с собой, при этом одеты они, обратите внимание, практически в одинаковую одежду, что автоматически наталкивает людей на мысль, что это солдаты, либо два человека, занимающиеся одной и той же деятельностью. Вот это повторение двух синих цветов ни в коем случае с психологической точки зрения нельзя было делать. Они сидят как на допросе и отвечают как солдаты. Поэтому у любого, кто смотрит это интервью, не возникает ни малейших сомнений, что они агенты какой-то спецслужбы. Если бы ими занимались настоящие имиджмейкеры, то они должны были поступить по-другому. Ну, например, как бы я поступил, если бы у меня была такая задача. Их нужно было показывать обязательно в разных местах. Одного из них, например, показать в кругу семьи. С любимой женой, с детишками или еще лучше с родителями. Или, например, больная мама могла рассказывать на камеру со слезами на глазах подобную историю. Да у меня вот суставы болят, а мне вот Марья Ивановна, соседка, рассказала, у нее сын в Англии живет, что там такое замечательное средство. Так вот, я Сашеньку и послала туда, дескать, за лекарством. А тут такое на него случилось. А Русланчик поехал, да потому что он по-английски говорит. Ну, например, вот какая-то подобная история. Можно было что-то придумать. Детей, цепляющихся за папочку, жену, желательно беременную. Такие вещи всегда отзываются в сердцах людей, неважно какой они национальности, англичане или русские. Такую историю, грубо говоря, проще продать. Второго обязательно нужно было показывать очень расслабленного. Ну, например, жарящего шашлык или готовящего еду. Люди хорошо воспринимают тех, кто готовит еду. Это всегда располагает к себе. И говорящего не как он отвечает на вопросы на допросе. А, например, в таком тоне. Да о чем вы там говорите? Меня в чем-то обвиняют? Да мне вообще плевать. Я понятия не имею. Но съездил с Саньком в Англию. Мамка его лекарства просила. Что-то вот в этом роде, где бы этот человек не смог проколоться. Он должен был исполнять совершенно другой характер. Понимаете? Один, допустим, спокойный. Другой, допустим, веселый. А эти двое, они, как говорят в поговорке, двое из ларца одинаковые с лица. Что ни в коем случае нельзя было допускать. Я посидел и подумал, а как бы можно было их отмазать, чтобы англичанам было трудно доказать, что они туда попали по какому-то заданию. Давайте подумаем. Им нужно было отвечать на два вопроса. Во-первых, почему они были в Солсбери? Почему они были в Солсбери два раза? И почему они путешествуют вдвоем? Почему они только приехали на два дня и тут же уехали? Что подходит под эту историю и звучит правдоподобно? Нужно было снять какую-то студию или комнату, оформить ее, например, как фотостудию. Многочисленные камеры, штативы, негативы, фотографии, журналы. Посадить двоих-троих человек, изображающих небольшой рабочий коллектив. И, скажем, шеф, говорящий о том, что да, мы вот такая вот фотостудия. У нас, понимаете, заказы. Мы работаем с различными журналами. Мы продаем фотографии. А Александр и Руслан у нас штатные фотографы. Мы их рассылаем по всем точкам мира для того, чтобы они фотографировали для нас определенные объекты. Это бы объяснило сразу и то, что у них в заграничных паспортах очень много печатей с посещением Швейцарии, Италии и других стран. А на этот раз мы послали ребят, чтобы они нафоткали нам где-то полгига английских улочек. Почему бы нет? Ведь мы все знаем, выпускают плакаты, открытки. Например, мы решили напечатать 5000 открыток английских улочек. Или нам заказали обложку в английском стиле. Либо мы делаем какой-то плакат. Либо у нас вообще сейчас по теме виды Старой Англии. И тогда можно абсолютно нормально объяснить, почему они прилетели сначала в Лондон, но искали какой-нибудь провинциальный город. Почему они приехали в этот город один раз, но потом приехали второй. Объяснение элементарное. В первый день была не очень хорошая погода. Для фотографии неудачно. Мы приехали во второй день, потому что во второй день светило солнышко. Или мы нафоткали то, что хотели улицы магазины, отправили файл своему шефу. Шеф сказал, замечательно, ребята, но фотки немножко серенькие. Давайте-ка на следующий день, будет хорошая погода, добавьте еще десяток другой. И все, объяснять ничего бы больше не нужно было. Они повторили именно то, что как бы хотели от них услышать журналисты. А нужно было рассказывать совершенно другую историю. Ведь в конце концов не составляет никакого труда приехать туда какому-то другому человеку и нафоткать этот Солсбри со всех сторон, поставив дату задним числом. И вот вам доказательства. Тогда и оправдано то, что виза была именно по работе, а не по туризму. То есть очень многое можно оправдать. Я хочу этим сказать, что если бы над историей работали настоящие профессионалы, они бы наверняка подошли к этой истории серьезно. А раз эта история шита белыми нитками, то скорее всего эти два дурачка придумывали свою историю сами. И тогда понятно, почему Маргарита Симонян их троллила. Потому что они именно в ГРУ, именно сам Путин, и именно одно из вышестоящих лиц решили их публично высечь. И мы наблюдали, как Маргарита Симонян занималась этим. Она их троллила, она на них давила, она всячески старалась показать, что она над ними насмехается, как бы давая понять, ребята, это только начало. Вы будете отвечать еще жестче. Или, если вы передо мной потеете и краснеете, то уж перед английскими следователями вам тем более не стоит появляться. Рассуждая обо всем этом, я прихожу к выводу, что, скорее всего, смертный приговор для этих двоих подписан. Скорее всего, это была действительно последняя попытка, которую им дали и которую они в очередной раз провалили. Маргарита Симонян показывает нам, как режим обращается с теми, кто плохо выполняет свои задания. И в случае чего вас просто подставят, как в данном случае Владимир Путин подставил этих двух неудачных шпионов. Это, мое мнение, ну, скажем так, плод моего размышления по этому поводу.